Маткульт, привет всем! Математика возвращается в самом крутом виде на канал. Итак, задача. Жили-были папа и сын. Сын играл в кубики, маленький еще был такой совсем. Играет в кубики, складывает из кубиков большой-большой куб. А на А на А, да? Какой-то куб сложил из одинаковых кубиков. Вот, приходит папа, и один кубик забирает у него. Раз. И забрал. Приходит сын, разрушает конструкцию, ему не нравится, что одного кубика не хватает. Разрушает и выкладывает из нее квадрат. Ну, то есть в один слой. Кладет их в один слой в виде такого большого-большого квадрата. Тут какой-то, соответственно, B. Или давайте лучше здесь x, а там y. То есть вот здесь x, а здесь y. И, соответственно, вопрос, чему могли бы быть равны x и y в этом случае. То есть какого размера мог быть куб, и какого размера получается квадрат. Понятно, что по условию задачи x и y должны быть целыми числами. Ну, давайте перепишем, что это означает. Это значит, что сколько здесь, ну, сколько кубиков, кубиков вот в этом квадрате большом, да, толщиной один куб. Ну, понятно, y квадраты есть. А сколько здесь их было? Их было x кубе. Но папа один украл. Поэтому получается вот такое вот уравнение, и нужно его решить в целых числах. Вот. Сейчас будем решать. Первым делом, первым делом, первым делом, самолеты. Вот. Так вот, самолеты состоят в исследовании четности x и y. Может ли x быть четным? Если бы x было четным, то x кубе делилось бы на 8. И тогда вот это число x кубе минус 1 было бы равно 7 по модулю 8. То есть имело вид там 8r плюс 7. В частности, оно тем самым имеет вид 4s плюс 3, да, то есть дает остаток 3 определение на 4. А мы знаем, что квадраты чисел никогда не дают остаток 3 определение на 4. Они могут давать только 0 или 1. Это очень легко доказать, просто записав, что квадрат четного числа просто 10 на 4. А квадрат нечетного числа, ну, там, разложите по формуле, да, квадрата суммы 2k плюс 1, вот здесь квадраты. Там будет остаток 1 определение на 4. Поэтому вот таких остатков, вот таких чисел среди квадратов не бывает. Вот. А поэтому x обязательно нечетно. Но тогда понятно, что y четно. Вот. И вот теперь делается следующий хитрый трюк. Мы переходим из z, z от i. Мы переходим в гауссовые числа. Решать будем задачу именно в них. Казалось бы, блин, ну как же так, да? И в самих z непонятно, как решать. А мы будем в z от i решать. Но вот это часто, это случай, да, когда выход за предел. Мы выходим нашей задачей за предел нашего мышления. Вроде числа были целые, обычные кубики. И вдруг бах, и они стали гауссовыми. Количество стали гауссовыми числами. Вот. Значит, что это означает? Это означает, что я сейчас запишу y квадрат плюс 1 равно x кубе. И разложу это дело слева на множители. Получится y плюс i, мнимое число i, на y минус i равно x кубе. Вот. Отлично. Так. Значит, в гауссовых числах у нас выполняется вот такое равенство. Что надо знать про гауссовые числа? Первое, это основную теорему арифметики, которую доказывал я сто раз в разных лекциях, и сейчас доказывать, безусловно, не буду. Она утверждает, что разложение на множители здесь единственное, но там с точностью дообратимых гауссовых чисел, которых есть всего 4. 1 минус 1 и минус i. Вот. Но из основной теоремы арифметики всегда выводится такой факт, что если произведение двух взаимопростых чисел, я, кстати, еще не доказал, что они взаимопростые, это чуть позже, если произведение двух взаимопростых чисел равно кубу какого-то числа в кольце, где выполнена основная теорема арифметики, то, грубо говоря, каждая из них равно кубу. Что значит, грубо говоря? Это опять значит, что с точностью до домножения на вот эти вот обратимые числа. То есть с точностью до домножения обратимые верно следующее, что у плюс i равно какое-то гауссовое число альфа плюс бета и в кубе умножить на один из обратимых. Умножить на один из вот этих. 1, минус 1 и или минус i. Вот. Значит, еще раз. Это будет верно в тот момент, когда я докажу, что вот эти два числа взаимопростые гауссовые числа. Давайте я это сделаю, и мы продолжим. То есть из этого будет следовать, что каждая из них, в частности вот эта, является кубом с точностью до умножения на обратимый. Почему они взаимопростые? Нам нужно доказать, что они, ну, каждый из них, да, если делится на какой-то простой гауссов простой множитель, то тогда этот гауссов простой множитель должен быть, ну, просто равен, ну, он нет такого множителя, короче, да, не могут делиться ни на какой гауссов простой. Но давайте посмотрим. Пусть какое-то гауссово простое, там, гамма плюс дельта i делит y плюс i, и то же самое гамма плюс дельта i делит y минус i. Вот. Что тогда? Тогда из этого следует, что наш гамма плюс дельта i делит их разность. А разность y плюс i минус y и тут снова плюс i будет равна просто 2i. Ну, i обратимый, поэтому просто это означает, что гауссов простой делит число 2. То есть он равен, на самом деле, просто 1 плюс i, потому что в гауссовых числах двойка, двойка, это квадрат. 2 равно 1 плюс i в квадрате умножить на минус i. Минус i это обратимое. Вот. И внутри двойки просто только один простой множитель, это вот 1 плюс i. Ну, соответственно, если этот множитель делит оба эти, он должен делить 2i, следственно, он должен делить двойку, следственно, он должен быть, по сути, просто равен 1 плюс i. Вот. Но дело в том, что y, как мы доказали четно, делят 1 плюс i. Можете прям нарисовать и посмотреть, какие числа делят 1 плюс i. Это очень красиво. Делят 1 плюс i. Числа, у которых одинаковой четности обе компоненты, то есть гауссовые числа, у которых либо и вещественная, и мнимая часть, и четные, ну, это понятно, двойка делит, тем более 1 плюс i делит. Ну, и также те, у которых и действительная часть, и мнимая часть будут нечетными. Такие тоже делят 1 плюс i. А вот те, где одна нечетная, одна четная, не делят 1 плюс i. А у нас именно та ситуация. При стоит единичка, а y четно. Поэтому y плюс i не может делиться на 1 плюс i. А значит, 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 такого простого множителя вообще не существует. А значит, y плюс i и y минус i взаимно просты. А значит, как я уже сказал, y плюс i являются кубом некоторого гауссового числа. Ну, правда, с точностью до умножения на обратимый. Но смотрите, это еще не всего, потому что каждый обратимый – это куб. 1 – это 1 в кубе. Минус 1 – это минус 1 в кубе. i – это минус i в кубе. А минус i – это i в кубе. Поэтому, если вдруг у меня получилось, например, что это с точностью до умножения на i, то я могу это i записать, могу записать его тоже как куб, а именно числа минус i. И тогда я уже вставлю внутрь вот этого выражения, вот это минус i, и все вместе возведу в куб. То есть, иными словами, на самом деле, без ограничения общности b, o, o. Без ограничения общности из вот этого факта обязательно следует, что y плюс i равно, какие-нибудь буковки придумаем, давайте, a плюс b, i, возведенное в куб. То есть, смотрите, перейдя в гауссовые числа, мы смогли доказать, установить потрясающий факт, что если кубик из кубиков составлен, и если после этого с выкидыванием одного кубика составляется квадрат, то тогда это число y целое должно быть таковым, что y плюс i есть куб гауссового числа. Ну а теперь я просто возьму и напишу, чему равен куб гауссового числа. Он равен a в кубе, это просто формула куба суммы. И все, ничего, нет что иное, как формула куба суммы. a в кубе плюс 3a квадрат b, плюс 3а на b в квадрат, тут надо быть аккуратным, тут минус вылезает, плюс b в кубе, или это а в кубе, плюс 3а квадрат b и, минус 3а b квадрат, это i квадрат у меня ушел с минусом, и здесь i в кубе это минус i, минус b в кубе на i. Вот, а теперь внимание, у плюс i равно вот этому выражению, но тогда у равен тому, что у меня идет без i, а i равно тому, что с i, то есть i равно i умножить на 3а квадрат b, минус b в кубе, или что то же самое, что это означает? Это означает, что единица, заменим здесь i на единицу, и здесь тоже сократим на i, единица равна вот этому выражению, а значит b, дальше я могу дать вам в качестве упражнения, но давайте добьем, b равно плюс минус 1, потому что единица делится на b, уже обычные целые числа у нас, единица делится на обычные целые числа b, мы это вывели из вот этого, то есть как бы мы прыгнули в гауссовые числа, прыгнули, там порассуждали, вышло у нас, что у плюс i есть куб гауссового числа, ну а теперь мы просто отвечаем на вопрос, что означает, что у плюс i есть куб гауссового числа? Означает это, что мы раскрываем скобки, блин, и собираем при i, вот они, ё-моё, вот эта штука вся делится на b, а тут единица стоит, но единица не может делиться на b, если b не равно плюс минус 1, вот, значит b равно плюс минус 1, ну хорошо, подставим сюда, что b равно плюс минус 1, если b равно плюс минус 1, то тогда b квадрат равно просто единице, правда, да? Просто единицы, а значит здесь написано 3а квадрат b минус b, b квадрат равно единице, поэтому 1 равно b умножить на 3а квадрат минус 1, вот, и напоминаю, что b равно единице или минус единице, давайте разберем два случая отдельно, два случая разберем, как раз останется место для разбора этих обоих случаев, вот здесь внизу. Смотрите, первый случай состоит в том, что b равно единице, но если b равно единице, тогда у меня просто из этого получается, что 3а квадрат минус 1 равно 1, то есть 3а квадрат равно 2. Но это уравнение не может иметь никаких целых решений, да? 3а квадрат равно 2, а квадрат равно 2 трети, понятно. Значит, соответственно, здесь целых решений быть не может, поэтому b на самом деле должно быть равно минус единице, чтобы решения получились. И тогда мы получаем, что 1 равно минус 1 умножить на это, то есть 1 минус 3а квадрат. Ну тогда остается констатировать, что а равно нулю. Все. Вот вам, пожалуйста, да? А равно нулю, а b равно минус единице. Вот. Ну а равно нулю, да, это что означает? А равно нулю. И это и это делится на а. Да, вот. Это значит, что 0 это y. Все. y это вот эти два слагаемых. И при а равно нулю мы получаем, что y равно нулю. Но если y равно нулю, то x равен единице. Итого, если была такая странная ситуация, что сын построил куб, папа пришел, украл один кубик, и сын перестроил их в квадрат, то на самом деле у сына был ровно один кубик, и он стоял в форме куба со стороной 1. Папа его украл и стал квадрат со стороной 0. То есть отсутствовали кубики. Вот так. Это единственное решение этого уравнения в целых числах. Вот. И это очень круто. Когда-нибудь я сам вспомню свое собственное доказательство того, что уравнение y квадрат равно x кубе плюс 1 тоже имеет, ну там практически единственное решение вида 2 и 3. То есть 2 в кубе плюс 1 равно 3 квадрат. Но это уже число Эйденштейна, это очень непросто. Я в школе это доказал. Но в школе я был умный, а то сейчас-то я поглупел на 30 лет, да? У нас как? Каждые 10 лет глупее человек 2 раза. То есть я, соответственно, поглупел с тех пор 8 раз. Но вот я постараюсь, тем не менее, восстановить это доказательство и когда-нибудь вам его рассказать. Маткульт, привет!